Привет, друзья! Юрий Николаев – известный советский телеведущий и ставший когда-то настоящим символом всей телевизионной индустрии СССР. У его личности ходят множество самых разных легенд, которые в какой-то мере лишь только подтверждают популярность нашего сегодняшнего героя. В его биографии можно отыскать десятки интересных фактов. Но можно ли с уверенностью утверждать, что нам известно абсолютно всё о человеке, которого мы регулярно видим на своих телеэкранах? Конечно нет. Ведь белые пятна встречаются в судьбе каждой публичной персоны. Но для начала подписывайтесь на канал, не забывайте ставить лайк, а мы расскажем, как живёт Юрий Николаев и как ведущий телепередач борется с тяжёлым недугом на протяжении многих лет. Юрий Александрович Николаев появился на свет в Молдове, в городе Кишинёв, 1848 года. Его родители были далеки от мира искусства и оба относились к системе правоохранительных органов. В частности, отец служил в чине полковника в рядах Молдавского МВД и даже был удостоен огромного множества различных наград. Не менее интересной персоной была и мама будущего телеведущего – Валентина Игнатовна. Практически всю свою жизнь женщина проработала в системе КГБ. Данное обстоятельство становится особенно интересным при учёте того факта, что дед Юрия Николаева когда-то сильно пострадал от деятельности Комитета госбезопасности, был репрессирован и даже переехал в Канаду. Что же касается самого Юры, то его творческий путь начался довольно рано. Ещё в детские годы он попал в состав школьного театрального кружка, который, в свою очередь, стал его путёвкой в мир телевидения. Наш герой играл на Кишинёвском телевидении детские роли, а потому уже в раннем возрасте стал настоящей звездой в своей школе. Первые успехи привели Юрия Николаева к мыслям о профессиональной карьере на телевидении. В тот период, будучи известный телеведущий, мечтал стать актёром, а потому после окончания школы решился на переезд в Москву, где вскоре подал документы в ГИТИС. Вступитель на экзамены молодой молдавский парень сдал удачно, а потому уже скоро стал студентом актёрского факультета. Свою творческую карьеру Юрий Николаев начал в качестве актёра театра имени Пушкина. В этом месте он выступал с 1970 по 1975 год. Сниматься в кино актёр тоже начал примерно в этот же период. В 1971 году он исполнил небольшую роль в фильме «Зоя Рухадзе», следом за которой последовала более крупная работа в фильме «Большие перегоны». Роли в кино привели Юрия Николаева в мир телевидения. С 1973 по 1975 год он трудился в качестве внештатного работника. Однако уже вскоре получил должность диктора на гостелерадио СССР. Некоторое время, параллельно с работой на телевидении, Юрий Николаев ещё снимался в кино. Но уже в том же 1975 году получил предложение, которое заставило его полностью сосредоточиться на своей телевизионной карьере. Таковым стал проект «Утренняя почта», ведущим которого наш герой стал в середине 70-х. Данная передача принесла ему огромный успех и сделала Николаева популярным во всех регионах СССР. В разные годы его партнёрами по съёмочной площадке были самые различные представители советского телевидения. Живым воплощением духа телепрограммы оставался лишь сам Юрий Александрович. В общей сложности над программой «Утренняя почта» ведущий непрерывно работал 16 лет. Параллельно с этим он также вёл и некоторые другие телевизионные передачи. Одно время Юрий Николаев работал ведущим новостных телепрограмм на Гостелерадио СССР, а также вёл детскую программу «Спокойной ночи, малыши». Однако его персональным полем для деятельности всегда являлись музыкальные программы. В различные периоды Юрий Александрович работал над передачами «Песня года», «Голубой огонёк», а также вёл песенный фестиваль в Юрмале. В 1997 году Юрий Николаев стал работать на передаче «Утренняя звезда». С его лёгкой руки на сцене зажглись новые звёздочки российской эстрады – Юлия Началова, Валерия, Зара, Пелагея, Сергей Лазарев, Влад Топалов и другие. Впоследствии он также вёл программы «Танцы на льду» и «Танцы со звёздами» на канале «Россия», а также передачи «Достояние республики». Параллельно с работой на телевидении Юрий Николаев иногда снимался в кино. В частности, в 2000-е годы он появился в сериалах «Аннушка» и «Yesterday Live». С 2017 по март 2020 Юрий Николаев был ведущим телешоу «Честное слово» на Первом канале. Это была одна из последних передач в карьере 72-летнего мужчины. За свои многочисленные успехи в мире советского и российского телевидения Юрий Николаев был удостоен двух премий «Союза журналистов России», «Ордена дружбы», а также звания «Народного артиста России». Семья и дети Юрия Николаева – вопрос довольно интересный. Мужчина всегда был привлекателен для многочисленных женщин по территории всего постсоветского пространства. Знакомство с первой супругой состоялось в студенческие годы. Молодому человеку с первого взгляда неимоверно понравилась девушка, но он боялся к ней подойти. Лишь на третьем курсе парень рассказал о своих чувствах Галине. Вскоре влюбленные тихо и скромно отметили свадьбу. На ней присутствовало лишь несколько друзей. Вместе прожили супруги немного. Что послужило причиной развода, так и осталось тайной. До настоящего времени Юрий Николаев старается игнорировать вопросы о бывшей жене. Николаев благодарен судьбе, что ему посчастливилось встретить на своем пути вторую супругу – Элеонору Гравис. Влюбленные познакомились на вечеринке у старшего брата девушки, который был старым приятелем Юрия. После этого молодые люди начали встречаться. Сегодня Элеонора и Юрий вместе уже много лет. Она стала настоящей его спутницей, с которой он чувствует себя всегда прекрасно. Лишь об одном сожалеют супруги – что семья так и не пополнилась с сыном или дочкой. Всю свою нерастраченную родительскую любовь Юрий и Элеонора направили на детей родной сестры Юрия. У племянницы Ольги уже появились двое детей. Юрий Николаев очень комфортно чувствует себя в роли двоюродного дедушки. В 2004 году у телеведущего диагностировали опухоль кишечника. Сначала для него это стало настоящим шоком. Но Юрий Николаев запретил жалеть себя. Он перенес операцию и несколько курсов химиотерапии, чтобы болезнь отступила. Иногда получается, что его состояние ухудшается, и тогда Николаев снова вступает в борьбу. Пока ему удается держать ситуацию под контролем. Телеведущий придерживается особой диеты для набора веса. Юрий Николаев признался, что старается употреблять высококалорийную пищу. Каждое утро известного телеведущего начинается с молочного коктейля с бананом. Борясь на протяжении нескольких лет с онкологией, он сильно потерял в весе, а теперь пытается его набрать. При росте в 175 см Юрий Александрович весит 66 кг. Он признается, что за последние года пережил уже несколько рецидивов рака. Справляться со страшной болезнью, ему помогают поддержка друзей и икона, привезённая со святой горы Афон. В чём причина моего заболевания, я не знаю. Моя мама скончалась от рака, возможно, это наследственная предрасположенность. Мне нужно постоянно проверяться, и при малейшем подозрении опять начинать лечение. Это так и происходит. Да, мне страшно, но жить-то надо. Я хочу жить. Поделился Юрий Николаев. С юности ведущий каждое утро начинает с того, что делает зарядку, а затем растирается махровым полотенцем. Завтракает мужчина-яичница из двух яиц с небольшим куском чёрного хлеба, запив чёрным чаем без сахара. Ужинает наш герой не позже 6 часов вечера. Именно это способствует сохранению хорошей физической формы. За последние годы самочувствие его улучшилось. Несмотря на борьбу с серьёзным заболеванием, которое отнимает у него немало сил, Юрий Николаев продолжает вести активный образ жизни. Он не бросает занятия спортом. Многие знают об увлечении Юрия Александровича большим теннисом, в который он играет с 1982 года. Соперниками телезвезды в разное время были Борис Ельцин, Никита Михалков, Максим Дунаевский, Дмитрий Харатьян. Удавалось сыграть партию и с прославленными теннисистами – Евгением Кафельниковым, Михаилом Южным и даже Анастасией Мыскиной. Несмотря на то, что Юрию Николаеву в декабре этого года исполнится 73 года, его никак нельзя назвать обычным пенсионером. Он по-прежнему руководит своей музыкальной академией, принимает участие в различных шоу, но теперь всё чаще в качестве гостя. В январе этого года Юрий Николаев принимал непосредственное участие в съёмках фильма о Юлии Началовой. Подлинная история Юлии Началовой. С певицей он познакомился на «Утренней звезде» и поддерживал дружеские отношения до самой смерти исполнительницы. Загородный дом Юрия Николаева находится в части езды от центра Москвы в Истре. В нём несколько спален, ванных комнат, большая кухня. Николаев признаётся, что в разработке дома участвовал сам, когда позволяло время. Но по большему счёту там руководит жена. В доме находится несколько комнат в разных стилистиках. Например, есть та, где интерьер посвящён Китаю. «Мои родители родились в Китае, поэтому мы решили обустроить эту комнату в соответствующей стилистике», – делился Юрий Николаев журналистами. Зато в доме есть две главных страсти Николаева – бильярдный стол и теннисный корт. Программа «Идеальный ремонт» возвела на дачном участке Юрия Николаева огромную беседку, в которой смогут собираться родные и близкие артисты. Небольшая беседка с каркасом из склеенного бруса теперь вмещает обеденную и кухонную зону с широкой печью. Однако наибольшее восхищение телеведущего вызвал преобразованный теннисный корт. Специалисты очистили его от сорняков и привели в идеальный порядок. Друзья, давайте пожелаем легендарному Юрию Николаеву здоровья и хорошего настроения, всех благ и удовольствий жизни, благополучия и домашнего уюта, любви и человеческого счастья. Гонорар какой публичной личности вы хотите узнать? Свои пожелания оставляйте в комментариях. Переходите на другие ролики нашего канала, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик. До скорых встреч, пока!